Просто отличное впечатление. При этом очень много знакомых действующих элит в сборной Кореи. И вот, например, вся задняя линия, 17-й номер Сим Хэ Инь, левая полусредняя разыгрывающая Квон Хань на 20-й номер, и Рю Инь Хи номер 11 всегда доставляли массу неудобств своим соперницам. Но в этом составе сборная Кореи никаких крупных успехов на топ-турнирах давным-давно не добивалась. Да и не только в этом составе. Назвал вам, явно очень хорошо подготовившись, артикуляционно к трансляции всю заднюю линию корейской команды «Мой коллега». И от нее, от этой задней линии действительно очень многое зависит. Три лучших бомбардира команды, это три представительницы задней линии. Две из них сейчас на площадке. Рю Инь Хи, левша номер 11-й, Сим Хэ Инь номер 17-й, левая полусредняя. А атака в итоге идет голевая с правого края, и это Ким Сан Хва забивает после очень самотверженных действий разыгрывающий Квон Хань на. Да, Квон Хань на сыграла здорово, правую полусреднюю мы представили, заднюю линию тоже. На позиции линейной, 19-й номер Кан Инь Хё у кореянок, тоже мы ее видим давным-давно в составе сборной Кореи. Ну а на левом... Ну а теперь задача попроще, представить команду Германии. Ошиблась Алисия Штолье, правая полусредняя буквально воткнулась в блок соперницы, потеряла мяч. Ух, какой классный перевод на край! Но Ким Сан Хва, уже отличившаяся заброшенным мячом, не решилась идти на атаку. Отпугивающий соперниц, ярко-красный цвет губу. Правого края корейской команды, еще одна размашистая атака. Обратный пас на разыгрывающую, вошедшую в линию, и Виктория Алпаидзе уверенным жестом указывает на 7-метровую отметку. Корея зарабатывает семерик. Да, толкает спину Нэдзинявича, сприхватывает Бенке. И Квонь Ханьна точно в 9, без шансов для Дины Экерля. Квонь Ханьна, основной разыгрывающий, прошлый чемпионат мира для нее сложился крайне неудачно. Два года назад она получила травму в первой же игре чемпионата мира и была заменена. И Корея привычным маршрутом проехала мимо каких-либо серьезных мест. За пределами десятки. Первый на прошлом чемпионате мира Корея финишировала. Хент Грунер слегка озадачен. Смотрим на состав сборной Германии. На Амель Бергер, третий номер, на правом краю. Классная атака. Не успели мы и назвать состав. Это очень просто. Эмили Берг, левый полусредний, Алисия Штолли, правый. В центре Кимна Дзинявича, в центре и в розыгрыше, и в центре защиты своей команды. Грая Инна Гроссман, номер 21, Эмили Бергер, третий номер. Но и в линии играет представительница Ростов-Дона, что для нас особенно отрадно. И показывает отличную игру. И, между прочим, лучший бомбардир своей команды Юлия Бенке. Тринадцатый номер, она же и центральный защитник своей команды. 2-1 в кореянке впереди. Вот всегда обращаю внимание на культуру опаса у азиатских гонболисток. Ну, в первую очередь, конечно, у сборной Кореи. Ну, и команда Японии неплохо работает с мячом. Резкие передачи, очень удобные для ловли. Поймал и сразу можешь или бросать поворотом, или обыгрывать партнера. Нет таких навесу, что называется. Ну, и в обороне пока сборная Кореи что, 4-2. Что-то похожее на это. Ну, и с перестроением на 3-3. Вот сейчас 6-0 выстроились. Ну, посмотрим по ходу. Эмили Бельк. Шикарный выстрел. Левый полусредний. У нее, конечно, бросок потрясающий. Эмили Бельк возглавляла погоню сборной Германии на протяжении всего второго тайма против команды Франции. В этой погоне немки все-таки не сдюжили, но показали характер, сражались до последнего. Два мяча уступили. Сейчас к пятой минуте сравнивают счет. Если не будут Кореянки выходить на мощных игроков задней линии сборной Германии, вот так и будут пропускать мячи. Внешне очень легкие в свои ворота. У команды Германии Майки Шмельцер обороняется второе. Она практически не играет в атаке. Для атакующих действий она линейная. Но вот она действительно ушла, поменялась. Хорошо. Немки отобронялись. Мяч в воротах. Инна Гроссман уже выводит команду Германии вперед. А там Рю Тинхи, правая полусредняя, ошиблась в передаче. Единственная гонбалистка сборной Кореи, которая выступает в Европе. И она защищает цвета клуба «Пари-92» французского. Вот она же атакует, но мяч от блока уходит на угловой. Да, все видят российские рефери. Рю Инхи действительно это многолетний лидер своей команды. Передача в край от разыгрывающей. Прочитана и Юлия Бенки. Обратите внимание, насколько функционально в порядке линейная столбовая сборная Германии. На лихом коне, всех опережая, завершает отрыв уверенным броском. И четыре мяча подряд гундес-мандшафт. Сильное качество Юлии Бенки. Умеет и любит она бегать в отрыв. Причем частенько быстрее крайних игроков это делает. Ну и здесь классный бросок с переводом от Сим Хэ Ин. Хороший темп. Ох, как Штолли здорово обыграла. Сейчас показала ложным движением уход в неудобную сторону. Сама тут же сместилась ближе к центру. Передача на Тинявичу. Смотрите, все на ходу. Штолли качнула двух соперниц сразу. И рикошетом от дальней штанги реализует свой бросок. Алисия Штолли. Два мяча в ее активе. Ключевое, действительно, все на ходу. Нельзя давать разбегаться. Так что обойдется без желтой карточки. Поборолась Кам Инь Хё с защитой немецкой. Какая же она большая. Ну метр восемь и шесть. Какая же для кореянки высоченный рост. Кмонь. И Рю бросает трещит. Штанга не ломается. Ах, какой шикарный пас. Что творят немки после дня отдыха. Какую свежесть демонстрируют. Сетовали они на то, что с Францией пришлось играть просто тяжелейшей победы над командой Дании. Не было не то, что дня отдыха. Меньше 24 часов было между двумя этими важнейшими поединками. А сейчас вот день отдыха позади. И как немки свежи, хороши, летучи на первых минутах. Три мяча уже в отрывах забиты. И три мяча преимущество как раз у сборной Германии. Ну еще немножко не везет кореянкам. Я имею ввиду попадание в штангу. А действительно побежали с самого начала немецкие гонболистки. Неплохо. Но хватит ли сил? Часто сборная Германии сдувается в концовках. 45-50 минут играют любо-дорого смотреть. А потом наступает ступор. Вновь потеря у кореянок. И вновь все та же Бергер выходит один на один с Ким Су-Йон. Мяч в сетке. Бергер еще ни разу не выходил один на один. А Инна Гроссман уже два таких мяча забила. Перехват. Классный перехват. Ким Надинявич. И такой наброс вперед на разгоняющиеся левую крайнюю. Да, и тайм-аут берет легендарный кореец Кан Че Бонь. Главный тренер корейской сборной. С некоторым перерывом он давно достаточно работает с этой командой. Конечно, нацеливает ее на долгожданный успех на чемпионате мира. Корея уже на Олимпиаде. Ей нужен конкретный успех на мировом первенстве. Кан Че Бонь. 54 года. В прошлом. Великий гонболист. Действительно великий. Признавался лучшим по версии Международной Федерации Гонбола в 89-м году. Серебряный призер Олимпийских игр 88. Он левша. Он номинальный правый полусредний. Но часто выходил на позицию разыгрывающего. И вот схема игры корейской, мужской сборной с двумя левшами очень здорово осложняла работу против них в обороне. Для многих команд. Не, ну работа с мячом потрясающая. Мяч защиты не будет. Посчитали наши российские арбитры, что была пробежка у Кан. И на ней нарушали правила. Свободный 9-метровый. Кореи. Кореянки стараются держать высокий темп. Ох, классно сыграно в линии Ю. Без видения играет Корея. Это вы любите, да. Артем, я люблю это. Это действительно и красиво, а самое главное эффективно. Потеря. Эх, не повезло. Гроссман. Как разобралась здорово, казалось бы, Юлия Бенки. Все сделала для команды. А это подарок от Ким Сунхва. Кореянка на, опять же таки, сумасшедшем ходу с трех шагов поражает дальнюю штангу. Абсолютно голевом моменте. Ну и техника бросковая у Кореянок. Отличается она от бросков европейских гонбалисток. Ну, наверное, все это объяснимо. Когда нет высокого роста, приходится изобретать. Да, и у немок, у немок мяч ходит очень быстро. И атака справа. Вот на сей раз Бергер отличилась. Да, хорошая доводка до края. Немки четыре мяча имеют преимущество. Немки будут рассчитывать на всех своих высоких игроков. А их хватает. В задней линии не используется пока. Например, Евгения Меневская. Тоже очень фактурное левое полусреднее. Наверняка мы ее скоро увидим на площадке. А пока какой классный обыгрыш. Квонь-хайна. Квонь-хайна. У немок скамейка подлиннее, на мой взгляд, чем у Кореянок. Ох, как играют-то команды. 11 минут, волна за волной. Мяч никто не передерживает. Прибегают и гуляют. А самое главное, создают ситуацию. Вот как сейчас Кореянки. Так, и здесь обходится без желтой карточки. Встретили жестко Рю Инхи. Но она смогла отправить мяч в сетку. Ну да, отпустила. Отпустила немка. Чуть-чуть бы еще на долю секунды придержала Кореянку. Тогда можно было бы и власть употребить нашим арбитрам. Сложнейший мяч Рю забросила. Что ли? И вот просыпается вратарь корейской команды Бак Сэ Юнь. Ну так проснуться там было очень легко. Бросок не удался. Но задумка Груннера ясна. Бежать, бежать и бежать. Как здорово, а! Это Юлия Бенке. Снова она на острие стремительной ответной атаки. Дина Экерли отдает на Найденявич. И тут же разрезающий пас вперед. С соперницей единственной Бенке разбирается и бросает точно. Грунер перед началом чемпионата мира после сбора сказал, что Юлия Бенка в Ростове здорово прибавила. В первую очередь в физическом плане. Ну и сама Юлия Бенке в недавнем интервью, который взяли немецкие журналисты во вчерашний день отдыха, признает, что она чувствует себя замечательно. Две попытки в ее распоряжении оказалось. Первый парашют вернул мяч от перекладины. И Юлия Бенке уж со второй попытки была точна. Но она опять впереди планеты всей. Кореянки очень хорошо возвращаются в оборону. И тем не менее за Бенке они не успевают. Вот надо посмотреть. Я, например, упускаю момент, когда она с места срывается при броске Кореян. И в центре защищается. Ей на подборе нужно работать. Но там, видимо, они договорились с Найденявичем. Хотя это зависит от того, куда мяч отлетит. Откуда идет бросок. Две минуты удаления выписывает Татьяна Березкина. Эмили Берлг. Важному, очень важному игроку немецкой команды. Первое удаление в сегодняшнем матче. А нет, анти-лауин-рот отсиделся в начале. Две минуты. И вот второе. Получается удаление для команды Германии. В прекрасной форме находится Дина Экерли. Вратарь немецкой сборной. Ой, какая умница Найденявичу. Уже не в первый раз из-за спины. Большой, линейный смахивает мячи. А сейчас что получилось? Бенке защищается ближе к нам. Она третья защищается. Найденявича четвертая. Ну вот, может быть, этот момент, что Найденявичу на месте Бенке подбирала мяч, говорит о том, что Бенке действительно убегает вперед, а подчищает, работает на подборе Найденявичу. Смотрим дальше, так ли это. Женя Миневская на площадке у немецкой команды. Уже подняты руки арбитров. Ой, какая же молодец Найденявича. Найденявича видит поляну великолепно. Юлия Бенке третий мяч сегодня. Четвертый уже. Браво. Браво Бенке. Не меньше молодец Бенке. Поубегала в отрывы. Сейчас классно открылась. Да, плюс пять. В пользу сборной Германии. У игрока. Как не прочувствовала Канн и Ньхё ситуацию. Можно было бы уйти вправо под сильную руку. Давайте вот повтор этого момента. Ну вот она одна. Зачем она и Найденявича в зону заступила? Развернись в другую сторону. И все. Путь к воротам открыт. Потери шесть у сборной Кореи. И всего два раза потеряли мяч Немки. Скоро уже закончится удаление у немецкой команды. Миневская. И что они вытворяют? Заступ показывает. Не заступ. Семь метров показывает, по-моему. Значит, фалили на Гроссман. Да, на Гроссман фалили. Она вылетала на прыжок. Да, на семиметровой отметке наши арбитры. Ну а отправляла в эту воздушку Инна Гроссман. Ким Найденявичус. Евгения Миневская. И мяч в воротах. Белоруссии тоже сейчас внимательно следят. За этим игроков сборной Германии. Ничего удивительного. Родители родом как раз таки из нашей союзной дружественной республики. Большие люди в советском гонболе. Светлана и Андрей Миневский. Корейская команда. Много перемещений. Много комбинирует. Но Дин Экерли, как уже сказал Сергей Приголовкин, в великолепной форме находится немецкий вратарь. Ты знаешь, наверное, немного комбинирует Артем. А действительно быстро двигаются. Хорошо набегают. И атакуют после трех-четырех передач. Ни одной, по-моему, затяжной атаки в исполнении сборной Кореи мы пока сегодня не видели. Но таков стиль игры. Двухминутное удаление. Извиняю, что... Нам показали, как она после срыва атаки схватила за плечо Рю Ин Ти. Все по делу. И первые появились на площадке второго по статусу разыгрывающего. Ли Ми Йон. 23 номер. И вновь Дина Экерли. Смотрим повтор. Классная ситуация. Да, Экерли там была ни при чем. Сплоховала кореянка. Синь Ин Чу. Алина Гризельс. Четвертый номер. Еще одна замена. Ну, как кореянки поменяли плеймейкера, так и у команды Германии. Вместо удаленной Надинявичус вышла Алина Гризельс. Очень толковая барышня. Не такой у нее большой опыт выступления за сборную. Буквально за 22 матча только перевалило количество игр за национальную команду. Ну, ей, собственно, всего 23 года. В игрока показывают наши арбитры. Вот с ее выходом. Быстрая игра в позиции. В председательном нападении у Нимок должна стать еще быстрее. Контратака сборной Кореи. Четкое завершение. Хань Ми Силь. Ой, добрый вечер. На Шагала? По-моему, там два раза по четыре шага было. Ой, там и, по-моему, заступ был. Вот так. У правого края, по-моему, два раза через ведение. Ну, то есть до ведения четыре шага и после ведения четыре шага. Ну, да. 12-7. Преимущество сборной Германии все равно впечатляет. Что ли? И, конечно, нужно отмечать, насколько результативная игра. Сыграно чуть больше полтайма. В сборной Германии уже 12 мячей забилы. И все равно есть повод для таймаута у Хэнка Грунера. В сборной Германии. Про тренера корейской сборной мы рассказали. Ну, и Хэнк Грунер тоже завоевал себе уже имя в гонболе. Он работал со сборной Голландии. И как раз в те годы, когда эта команда стала подниматься и добираться до медалей. Сколько у него там Европа, да, и мир. Бронза и серебро. Полуфинал олимпийского турнира. Тоже отличное достижение. А там можно тоже записать в актив. Что ли? Ну что, кореянкам нужно все-таки перестроиться на активную защиту. Но вот сейчас встретили Бельк подальше от своих ворот и вынудили ее бросить неудачно. Корейская команда переходит вперед. Играют в центре, как и в стартовом сочетании, Юлия Пенке и Ким Надинявичус. Вот еще одно. Уже четвертое удаление у команды Германии. Майки Шмельцер. На самом платке умеют кореянки раскрутить соперницу один на один. Вновь численное преимущество у сборной Кореи. Там замена на позиции линейной у кореянок. Вон Сон Пиль. Десятый номер. Я вообще не увидел, как мяч у разыгрывающей снова оказался. Настолько быстро мяч друг другу передавали кореянки. Ли Ми Чон. Классическое большинство. Смотрите, заслон по центру ставит линейная. И не дает переключиться третьей защитнице на разыгрывающую сборной Кореи. Просто, эффектно и удачно. Все знают эти комбинации. И тем не менее, когда она правильно играется, она проходит. Теперь уже... А вот будет за Германией. Да, мяч к центру площадки. После броска Аким Найдзинявича с от перекладины улетел. Ну, когда-то и немки должны были в каркас ворот попасть. В начале матча этим грешили корейский и бенбалейский. Ну, что, поактивнее? Да, ну, поактивнее, может быть, потому что немки, ну, они в меньшинстве, но играют шесть полевых. Сейв. Ротарский. И не смотрит на ворота корейская задняя линия. Дина Экерли успевает занять место в ворота. Стартанула. Экерли. Как настоящая легкоатлетка. Амелия Бергер. Такая розовощокая, типичная немка. И совсем ее образ не вяжется с образом брутальной гандбалистки. Все-таки хулиганский по хорошему вид спорта. А Амелия Бергер такая девочка-пипевочка. Немки празднуют успешный блок. Семь метров. Бенке не смогла предотвратить обыгрыш. Один на один. Симха Эйни. Заработала семиметровой. Но кто пойдет бросать у кореянок? Ли Мичон. Опытная гандбалистка. 28 лет. Ей. Нечасто такое увидишь у азиатских. Не только гандбалистов, а спортсменов. Вообще. У туировки. Обратите внимание на теле у Ли Мичон. Она попадает в штангу. Да, неудачный семерик для корейской команды. Счет остается прежним. 12-8. И меньше 10 минут до конца первого тайма. Поактивнее, поактивнее стали действовать кореянки. Видите, где встречают на 9 метрах. Юлия Бенке постояла, подумала. Решила не обыгрывать. Не ее это дело. Ну вот затяжная атака. У немецкой сборной сейчас наблюдается. Да. Показывает Бергер, что она входила без мяча. Но ее вон Сунгпиль с нарушением правил прихватила. И вот потеря. Ну вот так вот тянули, тянули долго, гоняли мяч и в итоге доигрались. Семь метров защита площади ворота у Бенке. И у Бенке, и у Шмельцер. А между тем сборная Германии не забивает уже 7 минут. Причем последний мяч, который был в Германии заброшен, это 7-метровый Евгений Меневский. Рю ин хит. Да, имея человек с таким броском, непонятно, зачем кому-то другому пенальти доверять. Но почему не забивает сборная Германии? В позиционном нападении затыки. Я думаю, что это связано с перестроением на активную оборону. Там 3-3. У Кореяна. Да. И все, прекратились контратаки. И вот что делать Груннеру. Я там сказал, что Гризис вышла, должны еще быстрее. Судя по всему, заиграть немки, а нет. Видите, наоборот. Гораздо медленнее все делают. Должны быть уже подняты руки арбитров. Бросок Алиси Штоле и уверенный сейф Паксе Юнь. Ой-ой-ой. И бросок какой. Сложнейшая ситуация. Во-первых, потрясающий обыгрыш, конечно. И бросок просто сложнейший. Вот она висит, уже начинает приземляться. Но вот вниз, любая другая бы бросила вниз. А Кореянкова умудряется перевести по восходящей. Потрясающе. Вниз просто удобнее. И легче. Штоле. Бельк. Нет. Все-таки нарушение правил со стороны Кореянок. Хотя нарывалось. Буквально Эмили Бельк на свисток в противоположную сторону. Вполне мог быть и фолл в атаке. Да, ну и передняя линия немецкой команды должна сейчас подвигаться один в один. А выиграть не могут далеко выходящих на них Кореянов игроки задней линии сборной Германии. Был вход от Бергер. С края, который с нарушением правил был остановлен. Ну смотрим. Что-то придумает наконец-то немецкая команда. Смотрите где. На 12 метрах встречает. И здесь перехват. Нет. С мечом Бельк. Казалось, что она уже мяч потеряла, но поборолась. Предупреждают сборную Германию о пассиве и в игроках. Ну вот она, знаменитая азиатская активная защита в действии. Блок работает прекрасно. Мяч в руках у Дины Экерли. А кореянки продолжают стараться играть очень быстро. Не тратя лишние силы на длительный розыгрыш мяча. Ну и смотрите. В некотором смысле парадоксальная ситуация. Команда, ведущая в счете, за первый тайм использует два таймаута. Категорически не нравится происходящее Хэнку Грюнеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тренер сборной Кореи по ходу карьеры своей уехал в Швейцарию. Там играл, потом там стал начинающим тренером. И все-таки вернулся в родную страну. И у него в биографии есть еще строка. Он был главным тренером женской сборной Китая. А в Швейцарии работал с мужчиной. А еще играл в одной команде с Михаилом Серегиным. Нынешним одним из тренеров Знегородской звезды. Ну что, Германия после таймаута до второго еще за тайм. Нет, и здесь неточный бросок под острым углом. Открывалась Юлия Бенке и бросила очень неточно. Хэрьянки, посмотрите, какой опять темп держит. Рю. Классно. Лимичон. Ух ты. Надзинявич, по-моему, по шее. Там, не разбирая средств, уже бьет соперницу. Остановлена атака команды Кореи. Сим-Хэ-Инь и Рю-Эн-Хи. Две полусредники, которые начинали сегодняшний матч на месте в розыгрыше Лимичи. Он, который заменил Хань на 20-го номера сборной Кореи. Ну и вот вход в правого края. И бросок последует. Не выйдем так катаним. Был блок там. Задил мяч, да? По-моему, с рикошетом. С рикошетом. Ну и вот уже Корея подбирается на один-единственный мяч. Ким Надзинявич меняется. Она по-прежнему обороняется в центре. Выходит Алина Гризельс. И появилась Марен Вайгель на правом полусреднем. Номер 22-й. Ну давно пора, потому что что ли? Никакая. Здесь, на этом турнире. Пытается бросать с 10 метров. Ну вот сейчас еще один образцов на сей раз от Гризельс издалека. Отбились Кореянки. Нет, нет. Что будет? Двухминутное удаление будет. Бельк выскочила, на прямые руки встретила. Но пыталась поддержать Рю Инхи. Вот видите, за майку она ее держит. И не поймешь, то ли это грубая игра, то ли это наоборот фэйрплей. Поддержка соперницы, чтобы она не получила травм, помягче приземлилась. Да, корейская команда уже в пятый раз за тайм имеет преимущество. И вполне может сейчас счет сравнять. Как легко проходит. Великолепно. Технически просто идеально все исполняет Ли Мичон. Долго висит, думает и бросает. Все шикарно сделано. Корейская команда догоняет команду Германии за три с небольшим минуты до перерыва. Да, за счет быстрых ног, все-таки менее подвижных немок раз за разом удается обыгрывать кореянкам. Вайгель, Гризельс, Найдзимявичу с передачу просит Вайгель, а атакует Бенке. Наконец снимает с мертвой точки свою команду Юлия Бенке. И 12 минут без забитых мячей команда Германии прошла в этом тайме и при этом ведет в счете. Изабель Рох, между прочим, в эпизодической роли пригождается команде. Хотя нет, я так понимаю, что на концовку тайма именно ее выставляет Хэнк Грюнер. Да, тяжело было Юлии Бенке. Ну, от перекладины у меня все-таки улетел в ворота. Две с половиной минуты до конца первого тайма. Гризельс. Найдзимявичус на левом полусреднем. Вайгель на позиции правого полусреднего. Ну, а вот Ненке, видите, наведение, наведение на Идзимявичус, медленно все это. Ну, и получите пустые ворота. Нет параллельного набегания, не набирают игроки задней линии сборной Германии ход. Так не обыграют Кореяна. Ну, и в итоге вот такие потери. Да, мяч заходит в пустые ворота. И нужно отметить, как японская публика тепло болеет за Кореяна. Знаешь, мне кажется, там раздают болельщикам. Делят их напополам примерно. И раздают какие-то атрибуты команд. Это можно, но тем не менее болеют очень хорошо. И это, кстати, тот же самый Кан Че Войнь, главный тренер сборной Кореи, отмечал. На Идзимявичус шикарно просто Юлия Бенки. В момент броска ее хватает за руку Ханни Сыль. Две минуты удаления и семь метров, само собой, разумеющийся пакет в данном случае. Ну, и мы можем предположить, что сказала сейчас Бенки о Кореянке. Ну, это, конечно, грубейшее нарушение правил. А вообще, игроки высокого класса стараются вот так за руку соперника, которая выходит на обрасок и находится в воздухе, не хватает. Женя Миневская. Ее роль пока совсем эпизодическая, но эти два семеряка все равно важнейшее значение имеют. Два семиметровых, что она исполнила и реализовала в первом тайме. Последняя минута перед перерывом. Кореянок численное превосходство. Вонь сон пиль. Вообще, надо постараться, чтобы уронить такую фактурную барышню. Ме Чокке обороняется у сборной Германии. На позиции второй Юлия Бенки в центре вместе с Найдзинявичус. Бенки отработала защите Найдзинявичус. Ее поблагодарила за хорошее действие. И не точно. Симха и не точно с девяти метров. И немки в меньшинстве могут... Могут, да. Но нельзя так ошибаться, как сделала Ким Найдзинявичус. Мяч в воротах. 15 секунд есть у Германии, чтобы все-таки вывести в счете. Перед самым перерывом Найдзинявичус успеет исправиться за свою ошибку. Отдает обратно на Бельк в линию. И Бенки почти в унисон с сиреной на перерыв забивает этот мяч. Сколько? Шесть, семь мячей забивает Юлия Бенки за первый тайм. Да, феноменально выйдет в составе национальной сборной представительница Ростов-Дона. В таких случаях, говорят, тащит игрок свою команду. Но это действительно так в первом тайме. Не часто это мы говорим про линейных, не правда ли? Да, конечно. Но это вот тот самый случай. Юлия Бенки, один из центральных персонажей этой увлекательной игры. Напомню, что на кону важнейшие очки, которые команды возьмут с собой в основной групповой раунд. При этом неизвестно, каково их будет общее число. Потому что все решится в окончательном раскладе этой группы. В заключительном матче, который последует уже по окончании матча Германия-Корея. Перерыв у нас. Интереснейший матч, подводящий черту под первым групповым этапом для команд Германии и Кореи. Возобновится вот-вот. Минимальное преимущество немецкой сборной по первому тайму. 15-14 и новое действующее лицо в этом матче Луиза Шульца на позиции линейной. Выходит вместо сделавшей подстоящему результат для своей команды Юлии Бенке. Появляется также анти-лауин рот. Она будет играть на левом краю. Игра продолжается. Игра, которая многое значит для обеих команд. Потому что разыгрываются очки на следующую групповую стадию. Да, интересное решение Груннера. Замена Бенке. Она поднаелась в первом тайме. Но 15 минут было на то, чтобы отдохнуть. И все-таки он решил ее поменять. Ну, не знаю. Может быть, задача сохранить Бенке на концовку. Или попозже выпустит. Даст побольше отдохнуть. Но я не могу не отметить игру кореянок. Она не может мне импонировать. Она не может мне нравиться. И у меня вот впечатление такое, что играют кореянки на этом чемпионате мира в мужской гонгбор. Очень быстро в позиционном нападении только пришли. Сразу за счет быстроты своих передвижений создают голевую ситуацию. Ну, и классно налажено взаимодействие короткие между двумя-тремя игроками. На трибунах президент немецкого гонгбольного союза, господин Михельман. Есть на что посмотреть ему сегодня. Волнительный матч сборной Германии, которая давненько, прямо скажем, давненько серьезных результатов на чемпионате мира не показывала. В четвертьфинале она была в последний раз в 2013 году. С тех пор ограничивалась тем, что выбивали ее на первой стадии плей-офф в одной-восьмой. Ну, и вообще такая гонгбольная страна имеет в 21 веке всего одну медаль на топ-турнирах. Бронза 2007 года, если мне не изменяет память. И все. Затем как отрезало. Да, и к тому же, конечно, на кону у команды Германии не только хорошее выступление на чемпионате мира, но и квалификация к Олимпиаде. Очень, очень хотят этого немцы, потому что эта команда, женская сборная Германии, не была на двух последних Олимпиадах подряд. Ну и посмотрите, с воздушки начинает команда Кореи. Рю Инфеев сравнивает счет. Из какой воздушки? Мы часто видим, что игрок, который вылетает для того, чтобы получить мяч, Нинке быстренько добивается успеха. Лауэн Рот отличилась у них. Так вот, игрок, который выпрыгивает, получает мяч в верхней точке и никакого приземления нет. Вот, смотрим, повтор этого момента, смотрите. В воротах у немецкой команды Изабель Рох. У нее не так много игрового времени, потому что прекрасно просто на этом турнире Дина Экерля. Но заменила она основного вратаря команды по ходу первого тайма, в концовке первого тайма. И остается в воротах. И это воздушка, посмотрите, совсем невысоко наброшен мяч. Но туда просто кометой влетает Ли Мичон. Сколько передач было? Три? Только пришли, только расставились. И за счет трех передач они просто разрывают немецкую оборону. Двойная замена у команды Германии. Не успела замениться отличившаяся Ли Мичон. Ее задвинули обороняться на край. Евгения Миневская. Она сейчас в розыгрыше у своей команды. Бельк. Бельк. Нет. Задумала перебросить, но совсем недалеко вышла из ворот. Вратарь спокойно задвинулась и забрала его. Было видно, что там больше никакой возможности нет, окромя переброса. И все это было долго. Рука. Внизу находилась 16-16. Осталось на площадке в розыгрыше Ли Мичон. 23-й номер. 23-й номер. Ну а полусредник мы уже неоднократно называли по ходу репортажа. Слева Симха и не справа Рю Энь Хи. Ой как, что они делают, а? Простейшее движение, простейшая смена позиций. Рю Энь Хи и Ли Мичон разыгрывающие. И посмотрите, как немки теряют игроков, за которых должны отвечать. Но непонятно, не успевают сосчитать, из-за того, что кореянки очень быстро играют. Но выручила Изабель Рох. Красивый был вратарский сейф. А здесь ей под ногу бросает Рю Энь Хи. И корейская команда уже выходит вперед. Ну вот техническая бросковая оснащенность. И в блоке у кореянок получается сыграть. Рю Энь Хи. И в прыжке, и с опоры. И с переводом. И кисть добавляет. Вот сейчас должны наказать за этот. Не туда передача пошла. Перехват там не удался. Но широко стараются немки действовать. И в задней линии интересная тоже замена у команды Германии. Практически не играющая в атаке Мия Чокки под 18 номером сейчас разыгрывает. Интересно. Не впервые я вижу. Не идет страховать в сборной Корее крайняя защитница вторую. Видимо надеется, что один в один от защищаться удастся. Классно на перехвате было все сделано. Рю Энь Хи показывает нам, что она не только забрасывать мячи в сужие ворота может, но и обороняется неплохо. Да, еще в 2012 году стала главной виновницей поражения сборной России от Кореи в полуфинале Олимпийского турнира Лондона. Но сейчас это уже совсем другого статуса игрок. Тогда это дебютант и неизученный игрок. А теперь это настоящий лидер многолетней сборной Кореи. Ее бросок. Штанга. Встает на пути. И опять обращаю внимание на бросок, как она накрывает мяч, как она включает корпус, помогая себе бросить посильнее. Перекладина. Еще один каркас. Штанга у Кореи, перекладина у Германии. Сложная позиция у Амели Бергер. Тем не менее отважилась она бросать. Кореянки. С пустыми воротами. С пустыми воротами у них на игрока меньше. Лемичон. Рюнхи в линию. Там снова 19-й номер, игравшая с первых минут Кан Иньхё. Смотрите, какой маленький мячик в ее руке. Как будто даже и не двоечка, а детский первый размер. Как теннис. Ну, почти. Корея по-прежнему в атаке. Лемичон. Лемичон. Симхе Инь. И снова в линию. Устерегут. Устерегут линейную немки. Три воздушки за короткое время. Сначала второго тайма, но на сей раз неудачно. Звон перекладины в зале. И немецкая... Пробежка. Да, пробежка. Да, пробежка. Команда Германии явно некомфортно себя чувствует в эти стартовые минуты второго тайма. Евгения Меневская, Ким Найдзинявичус. Месоченные, фактурные немки в центре обороны. Юлия Бенки второй против Рю. А здесь неправильный заслон 19-го номера. И куда же эта передача? Хочется спросить. Потеря немецкой команды. И Рю Иньхи разбирается немедленно. Ай, браво. Ну, главный претендент на попадание в символическую сборную этого турнира. По первым пяти матчей. Такой показ, а, естественный. Опа! И за пивом пошла. Юлия Бенки. Достойный ответ Эмили Бёрк. Может быть, не хватило таких ложных показов, но зато бросок получается прекрасный. Поверх блока. Под ногу вратарю. Вратарский гол. Ближний. Ближний, она там находилась. Но хороший бросок ударом не пропадает никогда. И снова Рю. Нет, не идет атаковать. И снова линейная Кан. Кан наказана за неправильные действия линейной. Линевская. Как тяжело здесь было. Анти Лауин Рот. Вообще-то это игрок линейный. Но пригождает своей команде на краю. Здорово идет атаковать. Просто молодец. Второй мяч. С этой позиции с начала второго тайма. Кань. Кан, чего вонь. Эмоционально всегда ведет себя на скамейке. Запознать. Ну вот почему он сейчас так сморщится. Или из-за того, что голкипер неправильно расположилась. Да, Кореянки вновь. Вновь 3-4 паса. И туда. И идет бросок поворота. Здесь мне показалось, что была близка к застоку левой крайне. Но бросила, конечно, просто близко к идеальному. Узе Шульце и Эмили Бёрк. В атаку своей команды. А Миневская в розыгрыше. По-прежнему. Да, по-прежнему в розыгрыше. Она. И нет левши на правом полусреднем. Зато есть вот такое неожиданное для соперницы решение. Евгения Миневская. Еще не угрожавшая воротам с игры. Смотрите. Из-за 9 метров. Не доходя до облока. Медлительный Кан бросает здорово. Вот так же все начиналось. Кореянки. Далеко не выходили. И получали от игроков задней линии мячи в свои ворота. Потом перестроились. И перекрыли кислород. Да, касание и блока, и вратаря, но мяч все равно заходит в ворота. Шестой мяч. Рюэнки. И опять совершенно в другой манере. На опережение она сейчас бросила издалека. Ошиблась Миневская. Фолл в атаке. Ну, а здесь Лея Чокке. Останавливает отрыв правый край не второго номера Ким Сон Хла. Да, задумаешься на месте Грунера, как играть в защите против таких живчиков. Пока медленно. Ну и снова прекрасный обыгрыш один на один. Ли Мичон. Ну, неправильно в защите. Ну, как можно вот покупаться на такие... Ну, хотя да, это так легко говорить. Я бы тоже купился, если честно. До автоматизма все отработано. Семь метров. Мяч-то не засчитали. А жаль. Но Рю не склонна ошибаться. Пенальти пока только два она сегодня исполнила. Оба точно. И всего седьмой уже точный бросок одиннадцатого номера корейской команды. Плюс два для Кореянов. Кореянка, ну перестройтесь на актив. Левой рукой Надзинявичу отдает на край. И тащит Пак Сэйюнь в воротах сборной Кореи. Да, ну вот несколько последних лет все-таки у Кореянов воротари не блистали. А сегодня шестнадцатый номер Пак Сэйюнь неплохо выглядит. Ой, какая передача. И ничего не было. Там по-прежнему в линии Луиза Шульца в сборной Германии. Да, абсолютно оправданная передача. Такая на взлет, потому что рост метр девяносто. И умница Бенке. В сложнейшей, в экстремальной ситуации сумела она остановить Кан Унхё, которая уже обработала мяч на самых шести метрах. Бенке только обороняется во втором тайме против Абыкалуа, против Рю Ильхи. Мия Чокке просто прощает команду соперниц. Все было разыграно очень здорово. Только попадая. Еще и влетало там кратчайшее расстояние до ворота, и она бросает мимо. Ну, я могу сказать, бросало, что есть дури. Извините за грубость. Нужно теперь обороняться сборной Германии. Сейчас пропустят и осложнят себе ситуацию. Рю Ильхи, конечно же, остается на площадке. И остается главной угрозой немецким воротам в дальний угол. Спокойно. Да, плюс три. Кыриянки впервые имеют в сегодняшнем матче. Воротарь снова потащила, но на подборе помогает Иенни Берин. Да, Юлия Бенке, смотрите, в раскрывшуюся Кыриянку попадает. Но подбор Берин своевременно приходит. В первом тайме быстрые переходы завершались точными бросками. А сейчас уже второй раз не могут немки переиграть воротаря сборной Кореи. Пак Се Юнь. Повезло, что на подборе мяч оказался у них. Хорош блок. Не успевает переключиться Дина Экерли на этот отскочивший мяч. Она вновь в воротах своей команды. Дина Экерли. Рю смещается в центр. Бросок неуловимо. Кынь-ки-рю. Ну и что с ней делать? Персонально брать? Во втором тайме самая заметная она. Бенке. Ну вот. И в нападении поддерживает сейчас контратаки. Ну да, раз не забросила, сейчас вновь. Точно. Ну, хороша. Рю-эн-хи. Или ин-хи-рю. Да, как ни назови, все хороша. Немкам нужно обороняться. Минус два для них. И 15 минут ровно до конца этой встречи. Включаются в эту круговерк владения мячом. Края корейские. А в итоге, по-моему, левая полусредняя, да? Симха-инь с угла атаковала и попадает в штангу. Пробежка. Но нарушение правил было со стороны Чокки. Да, как она там? Сейчас посмотрим. То ли ее передвинули на левый фланг. Я говорю о Симха-инь. О левой полусредней сборной Кореи. Вот она малозаметна во втором тайме. Потому что все атаки идут, по крайней мере, последней от правой полусредней. А Рю-эн-хи. Ярко выраженная активная оборона сейчас у корейской команды. Надинявичу с Чокки. Да, в каких-то ситуациях, кажется, даже вообще не понимают, что делать немки. Ну, а это очередное спасение Пак Сэйюнь. Корейский вратарь. У нее до сегодняшней встречи было 30% отражений. В сегодняшней игре она, кажется, намерена отработать куда более значительными вратарскими цифрами. Тайм-аут берет Кан Чи Вонь. Тайм-аут берет Кан Чи. Тайм-аут берет Кан Чи. Сбитая, мы должны отбросить. Да, крылья, мы не можем отбросить. Да, нет, мы не можем отбросить. И отбросить. И отбросить, мы будем отбросить! Кан Чи! Кан Чи! Кан Чи! Ну, Кенки, уважаемый человек. И в сборной Германии. Участвовала она в разборе действий командных. Ну, я бы сказал, даже посолировала в этом разборе. В истории взаимоотношений сборных Германии и Кореи на чемпионатах мира побеждали только немки. Два последних чемпионата мира, кстати говоря, они тоже встречались и в датском колдинге, и на домашнем чемпионате мира для Германии два года назад. Играли в Лейцеге. Всякий раз это были матчи, так же, как и сегодня, на групповой предварительной стадии. Три матча, три победы. Единственная до сегодняшнего дня победа команды Кореи – это Олимпийский турнир Пекина 2008. Как выронила мяч на бегу Анти Лауэнрод. Бенки не пожадничала левой рукой. Сделала передачу, немножко вниз мяч полетел. Ёльк, Найдинявичус и по-прежнему без левши, да, немки, на позиции правой полусредней. Да, это Мея Чокер. Зинявичус, ох, как высоко действуют защитники команды Кореи. Ну, Алисия Штоли и Марина Вайгель, две левши, не впечатляют на этом турнире. Пожалуй, самое слабое место в немецкой сборной. Но зато есть Бёрк. Эмили Бёрк. Всего лишь 21 год. Большая звезда еще по юношским молодежным сборным. Ну, а сейчас это настоящая звезда и национальной команды Германии. Кореянки защищаются активно. Ну и вот, если получается обыгрыш один в один, то страховать там некому. Ну и стяжка получилась у немок в одной из последних атак. Бросок Сим Теинь и сдобивание левой крайней Синь Инчу. Да, обидно, конечно. Немкам плохой бросок Синь. Без нормального замаха мы не смогли обеспечить подбор после спасения Дины Эйкер. Да, Чокки, она второй защищается. Должна была отработать на подборе, потому что крайний, просто обязан срываться в контратаку. Но Толя немножко не среагировала. Да, и мяч полетел далековато. У немок стали получаться позиционные атаки. Эмили Бёрк получила хорошую возможность для взятия ворот. А нет, вновь на пути мяча Пак Сэйюня оказалась. Да, тем обиднее. Потому что классно было сыграно. Пять левой рукой пасовала не рабочей, не основной рабочей рукой Ким Найдинявичус. И Эмили Бёрк скушала корейская стражница ворот. Бёрк хорошо отработала в этом эпизоде в обороне. Ну вот, может быть, за счет таких действий можно сбивать наступательный порыв от кореяна. Выскочил, завязал. Ой! Ай, Дина Экерли, что она творит! Не смущает даже вот это главенство в воздушном пространстве над ее шестиметровой зоной. Дина Экерли. Феноменально. И тут же немки, не давая прийти в себя корейской команде, забивают быстрый мяч. Это анти-лауин рот стрелой метнулась на чужие шесть метров. Минимальное превосходство команды Кореи. Десять минут до конца этой встречи. Напомню, что играют лидеры группы «Б», победившие эту группу, выигрывает. Но не факт, что максимум очков, то есть четыре, заберет с собой на основную групповую стадию. Как все просто. Как все просто на взгляд. Но сколько ж труда за вот такими классными комбинациями стоит. Да, это простая комбинация. Это стяжка. Но насколько правильно она сделана? Последний тайм-аут. Между прочим, за почти 10 минут до конца встречи решает использовать Хэнк Грунер. У него было два минутных перерыва еще в первом тайме. Поэтому это последняя пауза для его команды. Это значит, что в обрывах есть у себя, чтобы нести пауза, но нести его. Сейчас мы посмотрим, что они делают. Поэтому мы опять снова на линкс. Мы тоже на линкс. Мы на линкс. Мы на линкс. На линкс. На линкс. Мы на линкс. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ай, Дина! Ай, браво! Дина Экерли, 24 года, но какой уже колоссальный опыт! Какая помощь команде! Голкипер сборной Германии берет 7-метровый Но у Рю Силы должны закончиться Невозможно 7 из 16 7 из 16 спасений С 7-метровой отметки 44% отраженных пенальти Это очень мощно Дина Экерли Пробежка Пробежка там была Играли без этих левшей и лучше продолжали Вышла Марин Вайгель И сразу Добрый вечер Потери Рю На край И атака Прямо над головой У Экерли Ким Сон Хва Плюс 3 у команды Кореи Которая Зачем-то стала заваливаться вниз Я У Экерли А заступа там не было? Артем Александрович Не было точно Миллиметры вновь какие-то Ну вот тоже показатель техники Кореяна На тоненького Но Без нарушения правил Бенкен Разыграл 9-метровый Найдзинявич Бель Вайгель Совсем не уверена Левша команда Германии Играет действительно Выпадает просто Бель Вайгель вошла Но передачу не обработала Ну что еще один гол Сборной Кореи И пояс может уйти Ганемок Вот он Этот мяч Вновь Две передачи Раз Два И здесь Прореха в обороне Сразу Образовывается Не успевают В большинстве случаев За Очень быстрыми Кореянками Немки Десятый мяч Рюнхи На Дзинявичу Пробежка Пробежка Конечно Но пробежка Из-за чего? Вот как Умно сыграно Было сыграно Сейчас В обороне Движение Вперед И Мысль Ушла Он Собиравшийся Бросать На Дзинявичу Да Большое превосходство Команды Кореи Пять с половиной минут Играть Все может быть решено Заранее В пользу команды Кореи В этом матче Которая Напомним На этом турнире Еще не проиграла Никому А потеряла Только очков В ничьей С командой Дании Триянки ошиблись Редкий случай Ким Надзинявичу С проделавшей Огромный объем работы В сегодняшнем матче Забивает впервые А это Юлия Пенки Вот какая молодец Еще и перехватом Отметилась Да Может быть очень интересно Пять минут До конца встречи Сегодня уже был Один Огневой Сценарий Когда За три минуты До конца Черногорки Проигрывали Испании Минус три Сравняли счет И все-таки В последней атаке Испанки Вырвали победу Еще один перехват У Немок Снова мчится Вперед Юлия Бенки Отдает мяч Но забивать же нужно Да что же вы делаете Почему уж такой Тремор-то в руках И неуверенность в себе Йенни Берент Такой шанс Еще один мяч Отыграть И куда-то За ворота Но почему не повисеть Почему не Выждать паузу Действительно Тремор И в голове И в руках Кореянки Понимают Что Время за них Ирю Рихтует Сейчас Штангу Не в первый раз В сегодняшнем матче Артем А время за них А они все равно Продолжают Очень быстро Всегда найдет Что сказать Должен придумать Концовку Для своих Время за них Должен Ирю Игра 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 Стивительно Агуты Мяч у кореянок. Вопрос. Будут ли они таскать, убивая время? Или нет? Продолжат гнуть свою линию. Вот в эти последние 4 минуты. Интересная деталь, кстати, для сегодняшнего противостояния. Блистательно говорит по-немецки наставник корейской сборной. Но вы вспоминали о том, что он играл в Свейцарии. Оттуда и эти знания. Ну что, корейская команда не собирается, кажется, ничего таскать. Здесь Марин Вайгель еще и, ну, необязательный, скажем так, фолл совершает. А часики-то тикают? Куда же надеваться-то? Лемичон. Рю не отдает в линию, хотя, кажется, была такая возможность. Таскают, таскают. Артем, таскают. Но вот сейчас нужно бросать. И молодец Дина Экерли. Ни одного лишнего движения не стала гадать. И мяч буквально пришел ей в руки на Динявичу. Торопится, спешит. Подбор за Кореей. Эх, Германия. Эх, Беринг. Ну ты выше на голову. Беринг тут не был. Бергер? Или кто там за мяч боролся? По-моему, Беринг был. 30-й номер, нет? Ну, неважно. Там была, наверное, анти-лауин рот. Она не может быть... Да, на левом краю. Но все равно она выше. Она выше. Она выпрыгнула гораздо выше. И она вместо того, чтобы постараться мяч поймать, просто по нему ладонью шлепнула и подарила сопернице. Мячокке. Идет в клинч с Рю. 9 метров. Ход левого края. И еще одна неудача. Ох, ошибаются барышни. И направо, и налево. Да, мандраж уже и у Кореяна. Ну и вот критиковали мы. Критиковали правый полусредник сборной Германии. А она зажмурилась, сделала три широких шага. И попала в дальний угол. А Бенке-то как под нее подработала заслоном, а? Ну, лучше. Несомненно, лучше в составе сборной Германии нынешний игрок Ростов-Донор. А вот такой гангбол мы любим. Мяч всего лишь преимущество. И кипит. Атмосфера. Закипают головы даже самые хладнокровные в такой атмосфере. Битва за очки. Важнейшие очки основной групповой стадии. Следующего этапа соревнований. Блок против Рю Инхи. И, соответственно, за лицевой мяч уходит. И с угла разыграли Кореянке. Бросок. Экерли. Еще одно спасение. Хотя, возможно, там мяч и в ворота не попадал. Но для уверенности смахнула она мяч. Вайгель. Вайгель. Два мяча подряд. И глядите на табло, что творят немки. Немки, они четыре мяча отставания отыгрывают. А Кореянке как будто бы забыли, что такое забивать. Они изменили себе. Стали, как вы сказали, таскать мяч. И это им просто вышло боком. Выходит, боком до сих пор мы уже на 60-й минуте. Последняя минута матча. 27-27. Атака Кореянок. И уже понятно. Если не будет, конечно же, подбора и второго шанса у Кореи, что атака у команды Германии еще будет. Неправильный заслон. Кан все этими своими действиями испортила своей команде. И полноценные 22 секунды на атаку сборной Германии. Ух, какие концовки в заключительный день группового этапа. Семь полевых игроков. Команда Германии будет держать мяч до последнего. Луиза Шульца появилась. Вот она с мячом. Вайгель. Берг. Найдзинявичус. Огонь! Ничья будет сегодня. Разделят поровну они очки. И отправятся с ними в основной групповой раунд. Ух, красота какая! И ведь это же еще не все. Впереди Россия, Швеция. Смотрите обязательно. Сергей Приголовкин и Артем Шмельков работали для вас. Чемпионат мира по гонболу. Красота! Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии.